всем большой привет добро пожаловать обратно на канал сегодня в видео я хочу вам показать свои находки из goodwill beans из секонд-хенда где вы все покупаете на вес если вы смотрели мои предыдущие видео то вы знаете что это за место где вам нужно рыться и искать и сегодня я хочу показать вам то что я нашла сразу же предупреждаю что находок у меня сегодня для вас показать очень много поэтому налейте себе не знаю чашечку кофе либо чашечку чая потому что нам предстоит с вами посмотреть очень и очень много и сегодня ну я думаю что на полчаса мы здесь вами за стране мы точно если вам это интересно оставайтесь со мной и мы начинаем гучи 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 ну это просто пакете гучи 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 окей ну с чего начать сюда отсюда у меня со всех сторон здесь развешено тут разложен давайте начнем с одежды которая у меня лежит здесь вот так вот постепенно я пойду потом нет обувь какие-то маленькие вещички здесь тоже одежда есть и маленькие безделушки которые вам тоже хочу показать начинаем нашла вот такой вот кофточку от фирмы blue eyes made in hong kong она была когда-то 80 долларов мне кажется что она винтажная она новая с этикеткой вот как она выглядит или только стера получается как кардиган с такими вот красивыми рукавами размер large вот как выглядит лога посмотрите я буду сбоку вставлять если я найду какие-то либо похожие вещи либо похожую фирму за сколько примерно люди это продают blue из никакой фирме я не слышал но она очень такая приятно мне она понравилась дальше следующая вещь это у нас вот такая вот ночнушка она такая красивая прозрачная черная вот так вот как она выглядит это спереди получается и она у нас длинная эта фирма называется сезон графа фокуса бланка коллекция размер медиум вот как называется эта фирма я взяла потому что я не знала этой фирмы я взяла потому что она мне понравилась вот лично самой просто понравилось ночнушка вот это дизайн и мне кажется что она может хорошо продаться так скажем так следующая вещь это кашемир кашемир все время когда я вижу я его беру потому что кашемир мне очень нравится и это дорого и это пик-н-пик ладжи размеры экстра ладжи 100 процентный кашемир но всегда когда я беру кашемир я всегда его осматриваю со всех сторон чтобы не было дырочек пару раз я находила не заметила и домой пришла его какая-то маленькая дырочка это уже невозможно с ней ничего сделать и было очень жалко вот здесь вот такая вот пуговичка почему-то она одна ну вот мы нашли с вами дефекты здесь две пуговички они оторваны с другой стороны у нас тоже одно замечательно но все ясно поэтому когда я буду выставлять я напишу обязательно в описании что там нет пугович поэтому цена будет немножечко меньше дальше следующая вещь которую нашла это эйлин фишер вуман размер 1 экстра ладжи вот такая вот рубашечка я сначала подумал что мужская рубашка но написано что-то женского просто обычная рубашка такую фирму я давно хотела найти потому что она достаточно дорогая фирма 30-40 долларов с ним больше можно продать эту вещь вот как и называется эллин фишер наконец-то я не нашла ее но честно скажу что сам такой дизайн рубашки какой-то мне кажется он мужской больше чем женский да посмотрим как пойдет обязательно вам дам знать как прошла продажа как пройдет продажа дальше фирма здесь непонятно она заклеена какой-то наклейкой мне понравилось просто вот это вот кофточка такая яркая солнечная желтая с оранжевым вот как сделаны рукава они сворачиваются мне показалось она хорошего качества приятная летняя кофта следующая вещь это free people нет это не free people а да извиняюсь это free people я все время путаюсь free people и антропологи это free people это вот такой вот сарафан внизу сделаем так это примерно он наверно будет до до колена до колена что это у нас за материал сейчас посмотрим окей 45 процентов это у нас хлопок и 55 процентов лен отличного качества только мне нужно разобраться как его сфотографировать чтобы он было красиво смотрелся на фотографии потому что просто на белую стену он смотрится ужасно я пробовал честно скажу нашла вот такую крутую винтажную юбку она тоже где-то до колена может быть чуть пониже фирма называется мариса кристина классикс размер 100 процентный район размер 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 смол как выглядит на резинке я думаю что на любой размер найдется вот такая вот крутая юбочка я видела похожие юбочки продаются с долларов за 40 мне кажется дальше это у нас снова при пипу нет это у нас close and stone это антропологи значит это получается я не знаю даже комбинезон как такое называется когда у вас с брюками с такими легкими вот такая сплошная вещь комбинезон комбинезон не знаю размер смол тоже мне кажется это хлопок сейчас скажу точно 30 процентов лен 70 процентов рай и район и на кремской дальше кстати они все здесь нашла мальчику 1 я не вижу здесь вот такая вот лу-лу-лемон это у нас форкаут бра это спортивная майка спортивный лифчик лу-лу-лемон у меня была точно такая же я уже такую же продавал я снова я нашла следующая вещь это штаны от лу-лу-лемон я уже их продала за 30 долларов это называется joggers пенс они такие новые стоят долларов 60 70 вчера или сегодня утром они продались единственный минус есть в том что здесь небольшие катышки но я так все указала а так они в отличном состоянии катышки я думаю можно побрить и специально такая машинка дальше детская курточка держ детская ветровка фирме маккензи это фирма такое не знала я делаю попробовать и я увидела что такая фирма тоже не дешевая вот как она называется маккензи за долларов 30 мне кажется я поставил далее футболка от фирмы saint laurent вот как она выглядит с такой акулой вот здесь написано saint laurent как будто бы значит такая прям настоящая лейбла приклеена если бы вы не посмотрели вам внутрь где все на китайских иероглихов написано что-то сделано в китае просто все на китайских иероглихов не знаю это настоящая либо фейк неважно я ее выставлю просто так и напишу что просто футболка просто дизайн понравился очень круто дальше джинсы это фирма hadson снова я нашла джинсы hadson они такие skinny jeans облегающие полностью по ноге и здесь небольшой такой дефекта типа порванных джинс эти джинсы я выставила за 79 долларов они стоят такие новые по 200 долларов вот эта вещь мне очень нравится вот такая вот adidas майка видите поближе как она с полосочками с какими единственный минус этой майки и очень много человек ее поставили мне лайки за эту май майку лайки за майку и но и здесь есть небольшой недостаток может быть большой недостаток здесь есть пятно где же она сейчас я не найду еще а вот он вот здесь вот такое небольшое пятно но я указала это конечно же в описании и сделал дешевле большую скидку на такую майку людям нравится вот дальше это у нас томми багама летняя футболка что-то похожее как обязана знаете как буду сети сети для для рыбалки это свободная футболка летняя очень прикольно а дальше нашла в рубашку от валентина мужская тоже хорошем состоянии наконец-то я нашла вот эту фирму которая давно хотела найти наконец-то я нашла называется пандал то он как называется это вот такой вот вот такая вот курточка ветровка красная 40 50 долларов такие продаются поэтому я взяла попробовать посмотрим что из этого выйдет а вот оно то самое одеяло про которое я вам уже говорила потому что я хотела взять на комплект друзья взяла только одеяло это винни-пух и одеяло это винтажное как я знаю что это винтажное одеяло мы смотрим этикетку здесь вы видите вот это лога даже сама блога уже видим что нам старое такое и вот здесь написано год год этого одеяло где же же я увидел этот год 1996 здесь налогов с другой стороны вы видите год 1996 понимаете что после двухтысячных мы считаем обратно уже считается винтажные дальше переходим к моей коробке с собой здесь у меня а вот такая косметичка джимми чу джимми чу парфюм прикольно такая здесь в коробке у меня обувь от фирмы венс я взяла их в первый раз попробовать это на мужские кеды для скейборда размера 9 с половиной а я их попробую выставить за 30 35 долларов одни такие они вместе лежали и еще есть вот такие другого расцветка это размер 10 мужской вот такой расцветки со фламинго я думаю что выставлю за 35 и приму за если кто-то мне предложит 30 долларов дальше здесь у меня есть вот такие шепки от фирмы кракс тоже долларов за 30 я выставлю эти аги я вам показывала вот эти новые от фирмы сэм эдлман вот такие вот каблучки они кожаные в отличном состоянии вот как они выглядят еще раз покажу фирма размер семерка выглядит подошел в отличном состоянии так с обуви все дальше пакет со сковородкой вот такая вот крутая сковородка от фирмы denmark так выглядит такую сковороду я выставлю за 40 что здесь у меня еще вот такой вот джойстик для xbox а я его выставлю за 30 долларов у меня здесь свитер от free people вот эта зеленая этикетка это значит что не только что ее получили из стирки когда вам стирают химчистки скажем так вот такие стикеры наклеивать в идеальном состоянии вот такая вот кофточка такую кофточку я думаю выставлю долларов за тридцать размер амирил free people следующая находка это аги я вчера все-таки нашла вторую пару вторую второй боковой второй туфель и я взяла я их выставлю тоже за 30 долларов возможно даже за 35 как я решаю сколько выставить я смотрю нахожу такие же новые смотрю сколько они стоят и потом смотрю подобные кто-то выставляет на ebay на пуш марки на меркали еще где-нибудь за сколько выставляют похожих обувь и тогда я уже делаю какие-то свои выводы нашла вот такой платочек вроде бы обычный обычный платочек да вот такой вот но он фирменный он от jim thompson вот такая фирма такие платочки долларов за 70 идут они сделаны из шелка этот плоток сделан из шелка написано что это тай селк made in таиланд таиландских шелк пожалуйста все раз покажу название вдруг увидите покупать jim thompson выставлю долларов за 50 дальше я нашла вот такую футболку кстати когда вы видите футболки с различными бендами они тоже могут быть винтажными достаточно дорого стоит а что от 500 долларов может быть и больше стоит но это не такая у меня крутая футболка это банда называется df leopard она женская вчера я смотрела кто-то выставляет такую футболку за 30 кто-то аж за 50 я думаю что за 30 и выставлю а вот такие вот спортивные штаны от фирмы пакса лос-анджелес такая недешевая скажем так я не знаю мужские женские размер medium долларов тоже 20 я думаю я смогу их продать майка лу-лу-лемон маечка такую маечку я выставлю за 35 долларов если мне предложат 30 то я ее спокойно отправлю лу-лу-лемон размер 6 кому интересно так и я вчера нашла вот такую необычную вещь это подставка для горячих блюд то есть вы ставите и сверху ставить что-то горячее сзади написано england но я нашла похожую вещь но я не на этом сайте она просто выставлю но нам не написано сколько она стоит то есть это не на продаже видимо я не знаю если кто-то знает что-нибудь о такой вещи пожалуйста напишите мне в комментариях здесь написано england я даже не знаю что за материал но очень достаточно тяжелая вещь в этом мешочке винтажный арал флорен пола байрал флорен сделано в юсс и сейчас уже ничего не делается поэтому это винтажный вот такая вот футболка и вот здесь вот такой старый винтажный логотип рал флорен пола посмотрим на сколько я смогу ее выставить по этик рубашку вот это вот зеленую рал флорен тоже с смешкой на кармане она оказалась винтажная и выставил за 100 долларов сегодня мне мужчина предложил за нее 20 долларов я отказалась я буду стоять на своем винтаж есть винтаж поэтому будьте добры раскошеливайтесь на винтаж так значит вот здесь покажу пару мелочей потом покажу что здесь и у маленькая шкатулка у меня есть там тоже какие-то вещи есть нашла вот такую вот крутую вещь я не знаю это винтажная старая либо новая это кофе кофеварк вы знаете такое или нет делаете вот это вот убирается туда наливается вода сверху засыпается кофе это закрывается дальше накрываете кипятите когда она скипает кофе готов вы убираете вы его так вот это переворачиваете и наливаете к себе кружку мне нужно будет это все отмыть я знаю что то я смогу сделать и посмотрим если я смогу это продать я смотрела кто-то похоже что-то продает и написано что-то винтажное они достаточно дорого стоят такие такая вещь дальше я нашла камеру камеру от фиджи фильмс мини 9 у кадрин такая же восьмерка это девятка она была вся в наклейках я ее сидела чистила с алкоголем и теперь она у меня как новенькая ее я выставила за 40 долларов если не изменяет память окей здесь мешки я вам все показала все показала дальше давайте посмотрим вот здесь вот такой вот обалденно красивое платье фирма я не быть кто-то знает напишите пожалуйста но я даже не смогла ничего подобного найти это просто вот такое летнее платье с вышивкой внизу вот такие вот красивые штучки не знают вручную уши волосы вручную похоже что вручную стопроцентный хлопок это размер написано sm то есть между смолами между медиумом летнее прозрачное платье думаю пляжное платье очень красное очень красивое очень легкое такое приятное нашла вот такой вот пиджачок я думаю что он винтажный как я понимаю еще раз что он винтажный вот здесь вот есть плечики внутри с плечиками уже почти что никто ничего не делает а вот здесь есть плечики тоже можно понять какие-то вещи а особенно винтажные когда у них плечики не внутри а снаружи пришиты это сразу же видно я не знаю я тоже пыталась найти эту фирму и но я так и не поняла что это за фирма вот как называется я даже не могу прочитать что-то тоже пожалуйста если кто-то знает напишите пожалуйста размер медиум но она обалденная такая я не знаю что это как бы как бы курточка джакет либо пиджачок он очень красивый очень красивый элегантный 60 процентов мухер мухер и еще всякие разные трибун нос так дальше ну и самая главная находка здесь у меня это конечно же вот это шикарная о боже мой норковая шуба которая абсолютно новая она идет с поясом и она идет до колена она без капюшона фирма которая изготовил изготовил эту шубу написано вот здесь вот написано морис родник филадельфия в общем это на заказ какая-то ателье от филадельфии когда я вела это имя не высветились а израильские люди видимо это какой-то израильская что ты здесь делаешь в общем это понимаешь что-то израильские израилетяне шьют шубы она новая но реально новая я смотрела кто-то продает короткий такой полушубок за 400 500 долларов кто-то длинную шубу за 2000 долларов продает в общем цены вот от 400 и выше я решила что я выставлю эту шубу за 800 долларов но если за 500 предложат я соглашусь я не против ну или последок хочу вам показать нашла вот эту вот коробочку здесь всякие безделушки на самом деле это видимо кто-то вручную все изготовлял единственное что такое кольцо деревянных какой-то пуговицей и вот сережки необычные единственное ценное из этой коробочки это сейчас вам покажу два колечка два колечка вот это желтая вокруг это 14 процентов 14 карат золота и себя и вот эта пуговица они уже сами ее видимо туда приделали вот как они выглядят эти пуговицы а с другой стороны золото я хочу их вместе выставить эти два колечка посмотрим если кто-то их купит долларов за 30 а может быть и за 50 вот так вот так вот такая вот сережечка такие непонятные вещи что здесь еще интересно такая вот сережка это все сделано это не какие-то настоящее камни вот еще браслетик здесь есть здесь также есть парочку таких вот сережек не знаю может быть джемчик может быть не джемчик еще вот такие вот сережки здесь есть как-то так так а где у нас аби роза розы шпырит обе где-то спряталась тащила наверно что-то из моей сумки и спряталась под кроватью вот такие вот сегодня у меня для вас находки обе а вот она возле меня будет идем привет скажешь привет скажешь привет передавай привет передашь розочку и моя красавица привет передавай это поздоровайся ты уже поздоровайся ты моя красавица поздоровайся обичка обичка дорогуши мы вот такие вот у меня сегодня находки нужно посмотреть вокруг может быть я что-то где-то забыла я вроде бы не забыла всем большое спасибо за просмотр и следующее видео будет уже следующий поход на свалку потому что я вас снимала и в субботу и воскресенье все сегодняшние находки это были находки с этого с этой субботы и также с прошлой недели потому что не смогла записать на следующее видео следующее видео будет поход на свалку с воскресенья и потом я вам покажу находки с воскресенья вот такие вот грандиозные планы по видео на этой неделе теперь всем что пока 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 скажешь бай 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 ты стесняшся и что так тесняваешься пока спасибо большое за просмотр Субтитры сделал DimaTorzok